Ну а сейчас к трагедии в подмосковной Балашихе. Там в конце апреля женщина на спирт с белого дворе жилого дома шестилетнего мальчика. И потом в деле появились данные о якобы наличии алкоголя в крови ребенка. И вот как эту ситуацию комментирует министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эксклюзивном интервью «Россия-24». С главой МВД беседовал мой коллега Эдуард Петров. На сегодняшний момент к чему пришло расследование МВД по громкому нашумевшему делу в Балашихе, связанное с гибелью шестилетнего мальчика. На сегодняшний момент надзорное ведомство прокуратуры еще раз подтвердило о том, что расследование проводится в строгом соответствии с действующими нормами уголовно-процессуального законодательства. И претензий к следствию по расследованию не имеется. Сегодня уже, насколько я знаю, должны быть озвучены результаты повторной судеб-медицинской экспертизы, которую проводили по постановлению Следственного комитета, и в которой участвовали представители экспертных учреждений Министерства обороны, научно-исследовательских экспертных учреждений. И, насколько я знаю, что вторичный результат, он совпадает с первым. Но я не вправе озвучить данное решение. Это будет озвучено соответствующими органами. А правда, что на контроле теперь эти дела будут на особом контроле, на важном? Вы дали какие-то поручения после этой истории, Громко? Это дело я сразу взял на свой личный контроль. И могу сказать, что уже мной даны поручения, которые дойдут до всех руководителей следственных подразделений системы Министерства внутренних дел, что по каждому факту такой трагедии, иметь в виду дорожное-транспортное происшествие, сопряженное с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток. И докладаться напрямую вам, да? И докладаться вышестоящему руководителю. Хотя действующая норма уголовно-процессуального законодательства допускает и предполагает проведение экспертиз на стадии доследственной проверки, а дальше уже возбуждается уголовное дело. Но вот это даже предположение мы будем опускать. И по каждому случаю такой трагедии в течение суток должно возбуждаться уголовное дело. И главное, что это же гибель ребёнка, а потом уже вторые руки. Это действительно трагедия. И здесь подобным родом случаем любой руководитель, он прежде всего как человек относится. Он реально понимает, что это в жизни произошло. И поэтому более требовательный должен относиться к действиям своих подчинённых, своих следователей. И действительно, каждый вот такой случай, он должен находиться на контроле у руководителя любого уровня, включая министру внутренних дел. Ну и также в судебно-медицинской экспертизе подтвердили, проба крови, взятая на анализ у сбитого ребёнка на 100% принадлежит именно ему.